И мы начинаем очередную игру второго тура сезона Домовины. Сегодня с нами играют Светлана, Женя и Вадим. И темы сегодняшнего раунда, сегодняшней игры перед вами. Первый раунд. Не политкорректно, это про негров и геев. В счастливе. Ладно, начинайте. Это слово переводится с «африканс» как «раздельное существование». Аппартеид. Аппартеид, это верно. Считается, что последний подтвержденный его случай произошел 21 марта 1981 года. Линчевание. Да, в случае с удаленчиком лобами. Радикальной феминистке Валерий Саланос, выдвинувшей теорию о биологическом превосходстве женщин, все-таки наибольшую известность принесла покушение на жизнь этого деятеля поп-арта. Да блин. Я только одного знаю, Ворохол. Да, в него она и стреляла. Я тоже только одного знаю. Бывший игрок команд NFL New York Giants и St. Louis Rams Jason Sehorne был последним на данный момент таким игроком, Вадим. Белым? Да, игравшим на позиции корнербека с 2002 года. Там играется... 25 августа 1959 года он был избит и арестован полицейскими сразу после выступления своего секстета, несмотря даже на наличие афиши с фотографией у входа. А ведь всего неделю, как записал Kind of Blue, регулярно включаемый в списки лучших джазовых альбомов всех времен. И еще Майлз и Дэвис. Хорошая была тема. В Ворохе Царинского в 1918 году произошел первый открытый конфликт между этими двумя политическими деятелями. А закончится все? Ну пусть будет Ленин и Сталин. Нет. Закончится все через 22 года в Мексиканске. Ну понятно. Тогда Сталин и Троцкий. Сталин и Троцкий, да. Понятно, что Сталин, а вот с кем он там? Что интересно, в комиссии спортсменов МОК Россию пока представляют только спортсмены, связанные с Волгоградом. Сейчас это прыгунья с шестом Еленой Синбаева. А до нее этот выпускник Волгоградского института физкультуры. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. Ну пусть Немов будет. Немов. Да блин. Немов же это. Попов. А вот Александр Попов. Ты две легенды перепутала. Я ничего не перепутала. Я знаю Немова, а Попова я вообще бы не вспомнила. Немов, он же гимнаст. А Попов все-таки. А, Немов гимнаст же точно. Существовавший на территории города с конца 19 века до начала Великой Отечественной войны Нобелевский городок был построен для рабочих этой отрасли промышленности. Вадим. Нефтедобыча. Да. Согласно мифологии вселенной Марвел, она родилась зимой в Сталинграде. Была балериной. Жене? Ну это которая с Карлит Йохансенград. Сейчас скажу, как ее звали. Наташа Романов. Да блин. Да? О, неужели не минус? Боже мой. Одним из самых шокировавших публику произведений на первой выставке объединения «Бубновый валет» стал автопортрет и портрет Петра Кончаловского, написанный этим уроженцем одной из станиц Урюпинского района Волгоградской области. Я башу. Первый раз слышу такого художника. Ну картины наверняка все видели. Основоположник аэродинамики Николай Жуковский говорил, в ней есть своя красота, как в живописи и поэзии. Соответственно, маточная тема. Спасибо. Понятно. Фестивали счастья ежегодно проводятся в Японии и посвящены этому святку, символы государства. Хрюзантема. Это верно. Высшая точка Центральной Америки – вулкан Тахумулько, расположенный на территории этой страны. Жак Ивкусто пишет, что в деревнях Сандвичевых островов одним из самых почитаемых был он, что вполне логично. Не волка же рыболовом выбирать. Мистера туда Саратовской области уволили после скандального интервью о прожиточном минимуме. Основным поводом для увольнения стал этот совет малоимущим. Че-то я даже припоминаю эту историю на него сходу. Я с тема говорю. Нет, с тема. Ну, я вовремя, но как это подобрать? А что вот эта тема значит? Чаще всего менялось лицо этого героя. Его... Чаще-ка я попал. Да, но это же у нас тут зачитать. Не понимаю, что... Чи-щи... То есть там все ответы с ССК или как? Нет, все будет связано каким-либо образом с грудью. А, с грудью. Понятно. Все так просто. Психологи считают, что в перевернутом виде логотип этой компании напоминает женские грудь. Макдональдс. Да. Мы продолжаем. Блин, это мужская тема. Неполиткорректная тема. Я никогда этого не замечала. Вот черженой филиппинского диктатора бывшая королева красоты Эмель де Маркос, опасаясь покушений, имела в гардеробе несколько моделей их. Бронедевчики? Да. Бронедевчики. Смешно. Во время перерыва Супербола в 2004 году эта певица на выступлении за свою грудь, за что потом ее несколько раз привлекали к супу. Че, вы обьете? Джексон, да. Это так давно было. У Рубенца, Караваджо, Грёза и многих других художников есть картина со схожим сюжетом. Женщина кормит грудью бородатого безобразного старика, иногда связанного. Описанный сюжет из древнеримской истории носит такое название. Да ладно. Прекрасно. Под псевдонимами Феофилакта Косичкина и Ивана Петровича Белкина скрывался именно он. Пушкин. Пушкин. После поста отделе Скрипалей лишился эквадорского покровительства этот шестер, скрывавшийся им. Ну, все время вышло. Ну, я в Сноуден. Просутствие эквадора, основатель Феликс. Ладно. Не слышно. Надо звук. Это Джулиан Асанж. Да, это Джулиан Асанж. Да, да. Не желая рекламировать на Олимпиаде Рибок, Майкл Джордан на церемонии награждения скрыл логотип компании им. Флагом. Флагом. Да. Завернувшийся американский флаг. Образцом скрытой рекламы в кино считается фильм Роберта Замекиса. Логотип этой компании, оказывающей определенные услуги, попадает в кадр 51 раз, но смотрится вполне органично. То есть является частью Федекс. Да. Это этот? Да, все поняла. А я только эту вспоминаю. Этот город не только тем, что рядом с ним родился Вергилий, но и как место, где скрывался Ромео в трагедии Шекспира. Итак, закончен наш первый раунд. Его результаты Светлана 200, Евгения 800, Вадим 2600. И второй раунд. Мим этот трех букв. Вот я не знаю ни одной зарубежной роговой группы. А не обязательно? Не обязательно. Просто тем, кто знает, будет проще как-то. Да, вот. Редчайшая электронная совершенная собака и так далее принадлежала этому. Вадим? Электронику. Я боялся, что Сыроежкин будет. Электронная электроника. Это не только слово силы в индуизме, которое широко используется. Ом. Ом. Но и единица измерения. Холодильники серии L300 этой шведской фирмы впервые. Альтеральнюкс. Да. По состоянию на апрель 2020 года этот украинский интернет-магазин, который по-словатски звучит как «засупка», занимает первое место по количеству посещений. Вадим? Розетка. Да. Первая она была записана в конце 19-го века Габриэлем Липманом с использованием ртутного электрометра. Да ладно. Электроэнцефалограмма. Нет. Далось ей сделать. Ну вот, или кардиограф. Ну вот другая версия. Да. Электроэнцефалограмма посложнее. Юго, де Виньи, Бернетт и Александр Дюма в своих произведениях писали об этом узники Бастилии. Чем-то в железной маске. В деревне-греческом театре не всегда для каждого персонажа использовали отдельную маску. Например, чтобы сыграть этого закомплексованного сына Лая, достаточно было испачкать кровью любую маску. Это дип. Да. Да. По словам Кирилла Бабаева, у некоторых народов Западной Африки в период после Первой мировой войны стали встречаться маски, сделанные из этого снаряжения пехотинцев. Вадим? Противогаз, может? Да. Жак Плант был первым вратарем, создавшим и использовавшим хоккейную маску в 1959 году, за что получил от тренера это короткое прозвище. Тренер стал называть его трусом. Да. Выставка в Киеве, посвященная 33-летию творчества этого художественного руководителя маски-шоу, названа «Одесский подкидыш». Георгий Делиев. Георгий Делиев. Хорошо, что ты нажал. Я хотел Олег Делиев ответить. Просто Делиев можно отвечать в этом случае. Ограждала дочь от внимания противоположного пола, что не помешало актрисе стать самой обаянной. Мать Ирины Муравьевой. Господи, как сложно подбирать. Впервые она прозвучала в пятом эпизоде знаменитой киноэпопеи и, по мнению критиков, является плагиатом Лебединого озера Чайковского. Мелодия Маши и Звездных. Я думал, что же это пипец. Я что, советский вспоминал? Да, я тоже. Известность этой группе принесла песня со слегка измененным текстом на стихи Агнии Барто. Маши и Медведи. Да. Любочка. Одной из целей открытия его в 1928 году по ходатайству Бехтерева было подтверждение гениальности Ленина. Она? Может быть, Московский институт мозга? Да, это он. Я думаю, музей исследований мозга. В 1983 году в Ваканаганском колледже прошло первое в мире состязание молодых инженеров по строительству их. Спустя два года стали проводить чемпионаты мира. По условиям соревнований он должен быть не тяжелее 750 грамм и выдерживать максимальную нагрузку. Мосты из макарон. Макаров. Да. А как эти макароны взять? В этом городе только 30% верующего населения исповедуют христианство. Остальные 70% мусульмане. И это несмотря на то, что именно там, согласно Библии... Назарет. Да, прошло детство Иисуса. Лучше вообще не жать. Достоверных сведений об использовании этого пыточного инструмента в средние века. Светлана? Это Iron Maiden, Железное Дело. Да, это Iron Maiden или Железное Дело. Он главный антагонист в цикле произведений Стивена Кинга о темной башне и смежных произведениях. Однако лично... Крисмас... Крисмас... Нет, Крисмас... Аллый король. Аллый король это зачет. Крисмас, да. Решил не извращаться. Его маршрут, начавшийся в Пешаваре, должен был проходить над Челябинском, Кировом, Мурманском и закончиться в Норвегии. Но команды майора Воронова прервали его полет уже возле Свердловска. Я думаю, что есть какая-то группа с самолетом связанная. Этот русский женский журнал еженедельно издавался в Санкт-Петербурге, Петрограде с 1885 по 1918 год. Издатель ставил целью, чтобы журнал сообщал о новейших парижских тенденциях одновременно с тамошними. Вестник мод или Депешмод. Да, Вестник мод. А здесь стишки. Это наше любимое тело. А у банкиров их полно. Не разгибая свою спину, другая мыла всем бельем. Светлана. Пачка, прачка. Пачка и прачка. Один питает культуриста и мускулистость придает. Второй километров так 300 диаметром межзвезд плывет. Протеин и протон. Один. Нет, это неверно. Даже пытаться не будет. Это для очень умных людей тема. Астероид и астероид. Тут белок, протеин, все что угодно может быть вообще. Один знаком еще со школой. Бэкспейса и Делита Дед. Другого много из-за колы. С ним борются немало грэд. Что там, газ и еще что-то? А ластик? Пластик и пластик. Сейчас все в основном клавишами удаляют текст раньше. Чудовище морское греки прозвали метка одного. Другой омыть тремя морями и обжид греками давно. Ладно. Ругательством один бывает любитель на луну повыть. Другим на речке называют участок, где не страшно плыть. Светлана? Пес и плюс. Пес и плюс, это верно. Мы заканчиваем второй раунд. Его итоги Светлана 1800, Евгения 2000, Адип 4100. Впереди третий раунд. Тема Ториадоры, это гиперматрицы или висельные, то есть составленные из букв слов Ториадора. Оно ведь написано нигде не будет. Надо себе написать, да? Будет. Подождите секунду, пожалуйста. Я напишу. Прошу. Это, конечно, с Вадимом не поможет. Да, я не очень на таких темах. Я не успокоюсь. Да ты просто ответы знаешь и все. Ничего тебе. Подписанное 13 июля 2010 года соглашение между США и Россией исключало возможность усыновления российских детей такими американскими семьями. Вадим? Где оба родителя являются однополыми. Да. Контролирующие Нью-Йорк пять семей итало-американской мафии входят Банану, Гамбино, Дженнавезе, Луккезе и Эта, фамилия которой совпадает с киношным любителем сигар. Почему с киношным любителем сигар? Ну, блин, заклинилось, я скажу. Коломбо. Ой, извините, пожалуйста, так долго. Прямо представляю его перед глазами. За 15-летнее существование партии «Семья прежде всего» три ее члена избирались в этот сенат, в котором каждый из шести штатов представлен 12 сенаторами, а каждая территория двумя. Вадим? Допустим, Канада. Нет. Вон там штатные они так называются. А, да, ну я по территории меня подохнули. Штаты и территории есть в Австралии. Я вообще не поняла, что спрашивать, ну ладно. А, я, да, выбираю, простите. «Семейный цирк» и «Зарисовка» — это авторские варианты названия песни, первое известное исполнение которой было в январе 1973 года в Ленинграде. А первая строчка из песни звучит так. Близко к тексту тоже примем ответ. Разговор был телевизором? А, Ваня, смотрите, клоуна. Я забыла первую строчку-то, я поняла, что про Высоцкого, про эту песню идет речь. Из фотографии следующей системы, которую сделал 14 февраля 1990 года «Вояджер-1», был создан снимок, на котором видны Солнце и все планеты, кроме неразличимых в таком масштабе Меркурия и Марса. Снимок назвали «Такой он», «Другой такой он». Это картина Анри Матисса 1911 года. Солнце и планеты из системы, семейный портрет. Изучение ее равноценно использованию всех остальных заповедей, вместе взятых. Говорил Шнеур Залман. Вадим? Блин. Что-то не подходит. Ну, Тора. Почему же не подходит? Почему не подходит? Тора подходит. А, я тупой, я неправильно записал на бумажку, я через он и пил. Женя меня перехвалила. Ну, ты же взял. Область неба, в которой наблюдается наименьшее количество нейтрального водорода, называется она Локмана. Пусть будет дыра. Дыра, это верно. Знаменитым им можно назвать, например, Перикла, Демосфена, Сократа, Катона Старшего, Гракха. А слово «он» буквально означает Светлана? Оратор? Да. Ничего себе, какое длинное слово. В поисках актеров для этого фильма Андрея Прошкина создатели картины объехали практически всю бывшую Советскую Азию и Монголию. А, пожалуйста. Да. Я только не смотрю, к счастью. Организованный в 1983 году оркестр из Саратова, возрождающий старые джазовые партитуры 1910-1940-х годов в естественном акустическом звучании, получил это название. Ретро? Это надо знать, да, господа. Его относят к классу поникар. Кроме того, для него используется специальная эмблема, а не фордовская. Вадим? Мустанг, наверное. Неожиданно. Поникар что-то маленькое представлялось, но зачем это можно? Ладно. О нем писал Маяковский. Пел Калинов мост. А питерский СКА выбрал москотом. Красный конь, а конь – огонь. Огонь. Его другое название – оголовок, а используется он для распределения нагрузки. Вадим? Конек. Нет. На шею и плечи лошади. Это хомут. Ой, там столько всякой фигни. Так страшно зашибиться. Считается, что они получили свое название из-за одного из вариантов имени Джек. Речь идет о жокеях. Картина «Шорник» принадлежит перу сына этого скульптора, уроженца Санкт-Петербурга. А, пусть будет Коненков. Нет. Жалко, а было бы красиво. Вот у вас, что, плохой вопрос, у вас подсказок нет. Вот не выкрутишь. Вот не знаешь, не выкрутишь. А если бы это было... Нет, вот это тоже, ну Коненков же тоже красиво, согласитесь. Понесло-то еще красивее. Да. Начальником, как и арабов, считается этот сын Ноя. А зачем я это делаю? Ну, нет, это не хам, конечно, это минус. Хам я хотела сказать, да. Не хам. Хам это не хам. Ну, два осталось. Я второго не помню, поэтому я Фета отвечу. И не он. Ну, что ж, остался еще один сын Уноя и один игрок. Да. Семи. 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 Фильм «В поисках идиша» рассказывает о том, как известный бард Александр Городницкий едет на родину своих предков, уничтоженных и, вероятно, захороненных в этом белорусском областном центре. Могилев. Могилев. Захародин. Потому что Могилев. Вы говорите, не выкрутишь. Разрушение первого Иерусалимского храма вавилонским царем является сюжетом этой оперы Джузеппе Верди. Ах, как хочется нажать. Светлана? Светлана сейчас нажмет у нас, милая. Навуходоносор? Да, Навуходоносор или Набук, другое название. Еврейский праздник Шавуот в переводе означает «семь недель» и связан с этим христианским праздником. Светлана. Зря я это сделала, наверное, Пасха. Нет, не Пасха. Пасха, по-моему, Песах. Вот так и называется. Семь недель, это еще 50 дней. Троица или Пятидесятница. Эта страна на иврите называется Сфарад, а из России в нее можно было попасть в том числе благодаря Буэлин Айрлайнс. Блин, вот вторая часть вопроса меня сбивает больше, чем... Так бы я ответил... Так бы я ответил Испанию. Да, надо было... Сифариды, потому что из Испании. Да, Сифариды. Согласно греческой мифологии, Надежда – единственное, что осталось на его... Ящики Пандоры. Да, на дне ящика. В январе 2020 года шоумен Рустем Солнцев заявил о драке между этими двумя уже немолодыми Надеждами. Женя. Пусть будет Надежда Бабкина, вторая. А Надежда... Ой, все, минус. Вадим Бабкина и Кадышева? Да. Ну все, Кадышева я уже не вспомнила. Я уже сплю. Тавтали Имбер в стихотворении «Наша Надежда» вспоминает о двухтысячелетней надежде быть свободным. Стихотворение легло в основу гимна этой страны. Израиль? Да. Тиво нам немножко еврейской темы. Вопрос забросил. Статья о ней на одном из сайтов называется «Маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась». В 2006 году она вошла в десятку величайших граждан своей страны, а известность получила в 1976-м. На Олимпиаде в Монреале прославилась гимнастка Надя Камадечи. На марафоне «Немцов мост» именно он исполнил песню «Надежда, мой компас земной». Перед исполнением он произнес речь на русском языке и назвал песню «Одно из любимых следствий». Это Святослав Локарчук из «Кианэльзи». Итак, закончили мы нашу игру. Ее результаты Светлана – две тысячи, Евгения – тысяча шестьсот и Вадим – четыре тысячи. Спасибо вам большое. Спасибо, всем пока. Поздравляю вас с победой и со всеми увидимся.